Вручается ноутбук Павлу Олеговичу. Четверо студентов из Каннска и Каннского района получили ноутбуки по программе поддержки «Доступная среда». Компьютеры в рамках краевого проекта раздают уже 7 лет. И это дает возможность ребятам с ограниченными возможностями здоровья получать профессиональное образование на более качественном уровне и наравне с другими. В рамках подпрограммы «Доступная среда» краевой и государственной программы развития системы социальной поддержки граждан осуществляются данные мероприятия. Такие как вручение ноутбуков именно студентам с ограниченными возможностями здоровья, получающими профессиональное образование с использованием дистанционных технологий. Начиная с 2011 года уже более 20 компьютеров было вручено студентам. Современные технологии снимают ограничения в получении профессии для студентов с ОВЗ. Павел Первокурсник в Каннском технологическом колледже. Он дистанционно учится по специальности информационные системы и программирование. Новенький компьютер обещает стать ему настоящим помощником. Он уже успел его оценить и признается, мощности машины хватит для таких целей, как написание сайтов и создание дизайнов. Я учусь иногда сам. Дается сложно. Непонятно иногда. Определенные программы нужны, чтобы писать разные кода для сайтов. За время реализации программы социальные службы региона раздали более 200 ноутбуков студентам-инвалидам. Но это далеко не все, что делается сейчас для этой категории учащихся. Так во многих учебных заведениях переоборудуют классы и места общего пользования. В Каннском политехническом колледже, например, где проходила церемония, в фойе установили подъемник для колясочников. Это проектное решение, полностью соответствующее требованиям всех норм и требований. В нашем колледже несколько лет ведется программа по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья, именно имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата. Они проходят различные короткие программы, и это дает им возможность получить профессиональное образование. Программа «Доступная среда» в Красноярском крае рассчитана до 2025 года. Для того, чтобы принять участие в ней, родителям, нуждающихся в помощи студентов, необходимо подать заявку в службу социальной защиты населения по месту жительства. В этом году из четырех поданных заявок от Каннска и Каннского района, четыре были удовлетворены. Всего же по краю было вручено 20 персональных компьютеров.